В летний период, который длится для меня с начала июня по начало сентября, я полностью погружаюсь в постановочную деятельность и не занимаюсь ничем, кроме постановки спектаклей и совсем не отменяемых общественных дел. При этом я свожу к минимуму все остальное, включая выступления по центральному телевидению. Но этот сериал, посвященный коронавирусу, я доведу до конца, потому что я считаю его абсолютно необходимым. Ну, как в моральном плане или интеллектуальном, так и в плане, собственно, политическом. 9 июня 2020 года завершилась карантинная эпопея в столице нашей Родины, в городе Москве. Вскоре она завершится и на всех необъятных просторах нашей Родины. Значит ли это, что мы можем забыть коронавирусную эпопею, как некий кошмарный сон? Что она развеялась, как сон, как утренний туман? Вряд ли. Во-первых, даже кошмарные сны иногда оставляют в психике достаточно глубокие следы. И мы знаем, что любое травматическое событие оставляет след не только глубокий, но и долгоживущий. Если вы завершили развод, то это не значит, что после этого, так сказать, все, что его сопровождало, не останет следов вашей психики. Так что коронавирус будет жить с населением России и человечеством в достаточно неопределенное время. Во-вторых, то, что я могу назвать ковидной или ковидной травмой, породило не только психологическое, но и иные социально-экономические последствия, а также последствия политические. Уверяю вас, что они еще впереди. Поэтому, опять-таки, коронавирус будет с нами. Пусть и в иных обличиях. В-третьих, кто-то уже вкусил от ковидных радостей. Можно запирать в домах, командовать направо-налево и так далее. Знаете, когда живую кровь беспредельной власти начинает очень сильно вкушать, то это рождает устойчивые соблазны. И я убежден, что они есть. В-четвертых, и это главное, нам ведь обещают уже вторую, третью, четвертую волну. Вот господин Фаучи говорит, что их будет пять. А если это загадочное явление под названием ковид возьмет и смутирует, это может быть и заново, все радости повторятся или усилятся. В-пятых, отвратительность непонятного перевода всей жизни на какие-то новые рельсы в связи с этим самым ковидом. А значит, сама возможность такого перевода, осуществляемая вновь и вновь под любыми предлогами, будет очень долго давлять над сознанием тех, кто не любит. Как, например, я, да и убежден, что большинство тех, кто смотрит эту передачу, чтобы с ними играли в абсолютную непонятку. Проклятые вопросы, да, ответы нам прямые. В-шестых, навряд ли этот самый ковид просто так взял, нахлынул и отхлынет. Слишком уж масштабные последствия ковидного экстаза. А значит, велика вероятность того, что этот экстаз сооружен с далеко идущими целями. Но церкви-то тогда никто не отменил, они пока еще не достигнуты. А значит, те, кто соорудил этот ковид, будут продолжать игру. И поэтому понимание смысла игры нам будет необходимо завтра не в меньшей, а в большей степени, чем вчера. Но раз так, то продолжим обсуждение смысла игры, ведущейся под этими ковидными масками. Я считаю, работа над политической герминевтикой ковида именно стратегической. И поэтому предлагаю очередную серию спокойного, неторопливого разбирательства этой самой ковидной эпопеи. Согласно правдоподобной политической притче, ряд людей из ближайшего окружения Иосифа Ильича Сталина был обеспокоен тем, что Сталин особо симпатизировал Ивану Алексеевичу Лихачеву, выдающемуся советскому государственному деятелю, одному из организаторов советской автомобильной промышленности, директору первого московского автомобильного завода, который потом стал называться заводом имени Лихачева или ЗИВА. Лихачев был не просто талантливым советским директором, но и реальным создателем советской автомобильной промышленности. Одно время он был народным комиссаром среднего машиностроения СССР. Стрельмаша – это штука серьезная. Но окружение Сталина, если верить притче, беспокоило не только нахождение Лихачева на высоких постах, но и особое благоволение вождя к Ивану Алексеевичу. И окружение боялось, что это будет иметь какие-нибудь политические последствия, но типа того, что Лихачев станет преемником вождя, чем черт не шутишь. И якобы, подчеркиваю, якобы, в ближайшее окружение Сталина занялось компрометацией Лихачева в том, что касалось симпатии данного соратника Сталина к представительницам женского пола. К вождю были показаны фотографии, имевшие, по мнению ближайшего окружения Сталина, еще раз подчеркну, что это правдоподобная притча, компрометирующий характер. Вождь внимательно, заинтересованно рассматривал эти фотографии и продолжалось это устрашающе долго, после чего один из добытчиков компрометирующей информации спросил Сталина, так что мы будем делать, Иосиф Сырёнович. Сталин якобы сначала сказал, как бы размышляя, что делать будем, что делать будем. Потом сделал паузу, которая всегда устрашала его соратников, и добавил, завыдовать будем. Мне приходится по необходимости, иначе мои передачи превратятся в спецслужбистский ребус, непонятный для большинства, посвящать часть передач вопросам организации интеллектуальной элитной жизни на Западе, прежде всего в США и Великобритании. То есть тому, что можно называть контекстом, в котором разворачивается ковидная история. Но, положа руку на сердце, хочу сказать, что пафос мой, когда я рассматриваю те или иные вопросы, связанные с организацией этой самой элитной жизни на Западе, или, например, проблемой образования элитного и так далее, пафос мой в этом случае примерно такой, как у вождя. Что делать будем? Завидовать будем. Да, я завидую возможностям самых таких выдающихся образовательных заведений Соединенных Штатов Великобритании или Западной Европы в целом. И мне бы хотелось, чтобы в моем отечестве, раз уж оно выбрало для себя определенную дорогу, возможностей было подобных еще больше. Поэтому, когда я эти возможности рассматриваю, это не из журнала «Крокодил», где была рубрика «Их нравы» о ужасе, как они все им ворочают. Это она про другое. Это про то, что не грех бы было присмотреться и чему-то, и поучиться из того, что есть там. Я имею в виду проблемы элитного образования, воспитания и так далее. Да, я считаю, что можно завидовать тому, как именно организована в Соединенных Штатах Америки так называемая «Лига Плюща», в которую входят 8 лучших частных американских университетов, расположенных в 7 штатах на северо-востоке страны. Высшая тройка этой лиги – Гарвардские, Принстонские и Ельфские университеты – это самые богатые из частных американских университетов. И нам для понимания контекста необходимо установить, насколько богатые. Есть такое понятие «эндаумент» – целевой капитал некоммерческой организации, в том числе университета, переданной в доверительное управление для получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности. «Эндаумент» – это, между прочим, дело древнее, существующее со времен Платонской академии. Платон наделил целевым капиталом свою знаменитую академию, закрытую после 900 лет существования в VI веке н.э. императором Ястиняном. Ну так вот, «Эндаумент» Гарвардского университета, входящего в Лигу Плюща, на 2019 год составлял 38,3 миллиарда долларов. 38,3 миллиарда. «Эндаумент» Ельского университета в том же 2019 году составил 29,3 миллиарда долларов. Сходными возможностями обладают и другие из восьмерки самых престижных американских университетов, входящие в Лигу Плюща, они же Плющи. Но есть и другие американские университеты, находящиеся не на Северо-Востоке, а в других частях Америки. И их возможности вполне сравнимы с возможностями Плющей. Когда я все время противопоставляю то, чем я занимаюсь в конспирологии, то дело не в том, что я оправдываюсь, а дело в том, что есть два способа мыслить. И мне бы хотелось, чтобы вот тот второй, который я предлагаю, в худшем или лучшем исполнении, не мне судить, он бы возобладал. Вот один из них, аналитический, спецаналитический, специсторический, состоит в том, чтобы какую-то целостность рассматривать, как сумму многих элементов. А конспирологический состоит в том, чтобы выхватить один элемент, абсолютизировать ему, приписать ему какие-то суперхарактеристики и потом все происходящее сводить к этому элементу. Это глубоко ошибочный способ понимания реальности, мышления. Я понимаю, что так проще, я понимаю, что так соблазнительнее, я понимаю, что так в каком-то смысле даже вкуснее. Но это не дает понимания реальности. А для борьбы необходимо понимать, какова реальность и чем отличается она от выдумок. Так вот, есть конспирологи, которые убеждены, что внутри наиболее престижных центров подготовки американской элиты, этих самых ключей и так далее, размещено нечто исключительно демоническое, чаще всего называемое череп и кости. Мне такая версия кажется банальной, избыточно алармистской. на каждой череп и на каждой кости найдется там какая-нибудь роза и какой-нибудь крест и так далее. Всего так много, что абсолютизировать что-то одно было бы странным. Но столь же странно было бы, если бы такие кузницы кадров американской элиты, как Плющи и прочее, вообще никак бы никем не окормлялись. это значило бы, что американская элита лишена субъектности или ядра какого-то. А она ведь, мы видим, явно этого не лишена. И вопрос не в том, хорошее оно или плохое, злое или доброе. Вопрос в том, что оно есть и вполне намеренно съесть все остальное. Но так надо понимать, что оно и есть и следить за тем, как оно действует. А не отрицать его наличие, что, повторяю, выглядит столь же комично, как абсолютизация черепов и костей. Так что истина находится посередине между истерической алармистской избыточностью, она же конспиралуния, которую очень любят и от которой все время приходится отвращать. Потому что иначе в нее и погрузятся с головой вплоть до смертного часа. И такими упорными утверждениями по поводу того, что американская элита вообще никем никак не окормляется. Каждый действует, как хочет. Что эту элиту не готовят по определенному плану. Что внутри того, что можно назвать ведущими американскими кузницами кадров, вообще не происходит никакой селекции. Вот нет ее. Все знают, что она есть, так нет. Это все бредни. И вот тут-то как раз и помогают все теории заговора. Потому что говорят, а, эти бредни, они как теория заговора. А теория заговора полукомическая. Ну вот и вы там же. А что такое невероятно могучие США по отношению к давно ослабшей и все более слабейшей Великобритании? Во-первых, тут вполне правомощно провести аналогию между упивающимся своей силой накачанным подростком и старцем. И старцем, занимающимся практикой и мистикой восточных единоборств на протяжении ста лет. А во-вторых, безусловно, имеет место эффект подражательности. США копируют Великобританию во всем, что касается воспроизводства элиты. Они подражают ключевым британским образовательным центрам, методам преподавания в этих центрах, способам селекции элиты, которые веками осуществляла британская аристократия. Одновременно, конечно, американцы и терпеть не могут Великобританию с момента войны за независимость. И это очень устойчивая тенденция. Но это такое ревнивое фырканье. И оно является малой и слабо ощутимой частью в отношениях США и Великобритании. А главной, наиболее декларированной частью этих отношений является американская подражательность. Плюс британская покорность в том, что касается следования формальному курсу США. Плюс британское очень тонкое и хитрое манипулирование этим курсом. Подростку надо говорить «Да-да, мы с тобой, мы там туда-то и туда-то пойдем, а ты не задумывался куда лучше пойти? Ой, а тут преграда, а давай-ка лучше сюда». Так что это все осуществляется в полной мере. Ну так вот, аналогом американской Лиги Плюща является британская группа университетов, именуемая группа Рассел. В эту группу входят 24 самых престижных университетов Великобритании, включая знаменитые Оксфорд и Кембридж. И вновь мы имеем дело с огромными целевыми фондами и предельно цепким замыканием на данное интеллектуальное сообщество всего, что касается финансирования тех или иных исследований. Там ведь вопрос не только в том, что у них есть фонды, у них есть гранты, у них есть линии финансированные, у них есть заказы и много чего еще. Это огромная финансово-интеллектуальная, финансово-политическая, финансово-социальная, финансово-антропологическая в конце концов машина, которая производит то, с чем мы потом имеем дело. То есть тут опять в принципе речь идет не о миллиардах и не о десятках, а о сотнях миллиардов долларов, то есть о тех деньгах, которые уже вполне себе пахнут властью, при том, что власть это всегда нечто большее, чем деньги. Мы убедились вновь на историей, что там, где власть, там колоссальное финансирование в моменты кризисов, а там, где власти нет, там банкротство и скупка тех, кто не причастен к власти, теми, кто к ней причастен. Мы же убедились в этом, опять мы убеждались в этом и в предшествующие годы. Лейман Бравос проиграл, а Голдман Сакс выиграл. Почему? Понятно почему. Потому что одним помогли, потому что те были вписаны во власть, а другие оказались чуть дальше и не помогли. Вот и все. Проблема жизни и смерти. В группу Рассел, которая в Великобритании имеет такое же значение, как Лига Плюща в Соединенных Штатах, наряду с другими университетами входит тот, который будет нас больше всего интересовать на протяжении данной передачи. Он называется Имперский Колледж Лондона. Более того, Имперский Колледж Лондона входит не только достаточно широкую или относительно широкую группу Рассела. Он входит в так называемый золотой университетский треугольник. Два угла этого треугольника город Кембридж, его Кембриджский университет, и город Оксфорд, его Оксфордский университет. А третий был Лондон, в котором находятся три колледжа Лондонского университета и тот Имперский Колледж Лондона, который я не могу не обсуждать в связи с экстазами вокруг ковида, потому что он крайне важен именно в связи с этими экстазами. И я это докажу. При этом Имперский колледж в данном золотом треугольнике имеет отдельное значение, иначе он бы не выделился из совокупности лондонских супер привилегированных колледжей, а он выделился. В 2019 году Имперский колледж в Лондоне занял восьмое место в списке двухсот лучших университетов мира. Так что это совсем не маленькая величина в том, что касается святая святых группы престижных образовательных заведений, формирующих элиту. А теперь необходимая, хотя на первый взгляд и не очень обязательная деталь. В 2004 году при Имперском колледже Лондона открылась собственно бизнес-школа, которая была названа в честь некоего Гарри Танаке. Кто такой Гарри Танаке? Это японец, родившийся в США во время Второй мировой войны. Гарри Танаке родился в концертационном лагере, который американцы устроили для всех японцев, которых угораздило проживать на их территории. Образование Танаке получил сначала в Массачусетском технологическом институте, а затем в том самом Имперском колледже Лондона, ради понимания роли которого я отвлек внимание зрителя от COVID-19, обсуждая Лигу Плюща, группу Рассел, Золотой Треугольник. На настоящий момент я не берусь утверждать, что семья Танаке и прежде всего ее глава, виртуозно минимизировавший издержки своего нахождения в тюрьме, имеет прямое отношение к той деятельности Имперского колледжа в Лондоне, которая связана с экстазами вокруг COVID-19, при том, что деятельность Имперского колледжа в Лондоне имела весьма существенное, исключительное по сути значение в том, что касается COVID-19, но на всякий случай я проинформирую зрителя по поводу того, как переплелись судьбы господина Танаке и Имперского колледжа в Лондоне, при этом я не хочу ни преувеличивать степень этого переплетения, ни выводить ее за рамки своего рассмотрения. Начнем с того, что именно в Имперском колледже Лондона Гарри Танаке завершил свое образование и получил степень кандидата наук по математике. Занимался сам Танаке и его сыновья Марк и Майкл вовсе не математикой, а инвестициями в разного рода интернет-начинание. Гарри Танаке прославился в качестве соучредителя инвестиционной компании Америнда Инвестмент Адвайзерс. Чем знаменита эта компания? С одной стороны, своими успешными инвестициями в очень крупную интернет-компанию Яху, а с другой стороны, своей особой замаранностью в так называемом буме доткомов, то есть раздувании курсов акций интернет-компаний, породившим крах этих очень специфически раздуваемых пузырей. Когда пузыри лопнули, пострадали очень многие, но история с Танакой и его компаньоном Альберто Виларом была наиболее громкой, потому что Танако и Вилар были осуждены за мошенничество, причем сразу по нескольким статьям. В мае 2005 года, когда с момента торжественного открытия бизнес-школы Танаке при имперском колледже Лондона не прошло еще и года, а Танако пожертвовала на создание этой бизнес-школы 27 миллионов фунтов стерлингов, Танако и Вилар были арестованы. Поводом для ареста стало заявление одной из давних клиенток Америнда, что Танако и Вилар украли у нее 5 миллионов долларов. В 2006 году им предъявили обвинение в том, что когда акции Америнда упали в цене, партнеры украли деньги у клиентов, чтобы оплатить свои счета. Прокуроры утверждали, что компания Америнда инвестировала в рискованные акции вопреки желанию клиентов, предлагая инвесторам фиктивный продукт в депозитах с фиксированной ставкой. Гарри Танако был оправдан по 9 из 12 предъявленных ему обвинений. Тем не менее, оставшихся трех обвинений оказалось достаточно для того, чтобы в 2010 году суд приговорил Танако к 5 годам заключения, а в 2014 году суд добавил к 5 годам еще один год после апелляции. Альберто Вилар, партнер Танако по Америнде инвестмент, получил в итоге 10 лет тюрьмы. У меня нет возможности детально разбираться в том, как именно мошенничество Танако было связано с его филантропическим жестом в адрес Альма Матер, она же имперский колледж Лондона, сумевшая обзавестись своей бизнес-школой именно благодаря Танаке. Но то, что связи не может не быть, достаточно очевидно. нет в такого рода затеях места случайным людям. Для того, чтобы сделать то, что он сделал, Танако для имперского колледжа в Лондоне должен был быть не случайным человеком. И тут было мало того, что он там обучался. Это ничто. Это дальше все просматривается через очень разные оптические системы. которые распознают кто является человеком, чьи пожертвования можно принять и еще назвать все бизнес-школой Танаке или домом Танаке. Не важно. А где вы, чтобы постеречься? Слишком престижное, подчеркиваю, заведение имперский колледж в Лондоне. Именно для того, чтобы это показать. Я на время отвлек ваше внимание от непосредственных деталей того, что называется эпопея с COVID-19. В 2008 году построенная на сомнительные деньги Танаке бизнес-школа при имперском колледже Лондона была переименована из бизнес-школы Танаки. Танаке вот как она поначалу называлась. Далеко не каждый, кто выдает пожертвования, имеет право, чтобы некая структура, которая воспользовалась этими деньгами, получила его имя. В бизнес-школу имперского колледжа Лондона переименование произошло, скорее всего, потому, что Танаке не удалось до конца уклониться от обвинений в мошенничестве. Хотя имперский колледж, конечно же, отрицал то, что переименование вызвано этим. Как сообщила газета «Лондонский студент» в сентябре 2008 года, переименование породило спекуляцией, что имперский колледж хочет дистанцироваться от доктора Танаки, который бы обвинен в мошенничестве в 2005 году. Представитель колледжа сказал, что нет никакой связи между обвинениями и решением о переименовании. Ну что ж, во-первых, связь, конечно, есть, во-вторых, ее никогда никто не будет афишировать, а в-третьих, когда так говорят, то подчеркивают роль доктора Танаки. Говорят, мы даже в этих условиях от него открепляться не будем, потому что любое открепление наносит нам ущерб, а он человек, от которого открепляться не надо, он человек с будущим. Выйдя на свободу, Танака снова занялся и бизнесом, и своими очень знаменитыми скаковыми конюшнями. В любом случае нет оснований для того, чтобы сводить к нулю связь имперского колледжа в Лондоне и семейства Танаки. Велика ли эта связь? И имеет ли одно отношение к ковиду отдельный вопрос? Но даже есть ли история с Танакой всего лишь заметка на полях моего исследования, а я для начала исхожу из этого, подчеркиваю, для начала, то такая заметка как минимум не бессмысленна и безусловно достоверна. А я в истории с ковидом придаю особое значение достоверности. Ну а теперь о том, почему тема имперского колледжа в Лондоне требует нашего пристального внимания, причем требует его еще до того, как мы начнем разбираться с начинанием под названием коалиция по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемии СЭПИ. Я ведь закончил предыдущую передачу упоминанием об этой самой СЭПИ и об ее особом значении, но так вот, я не забыл об этом, я просто вынужден начать с другого, чтобы история СЭПИ была достаточно выпуклой. Я не берусь утверждать, что сам ковид-19 взрастили в колбах такого-то института. Я могу предположить это, могу считать это вполне правдоподобной гипотезой, но и не более того. Но то, что имперский колледж в Лондоне являлся коввой, в которой взрастили ковидные и иные инициативы некого Фергюсона, Андерсона и других организаторов ковидного экстаза, абсолютно очевидно для любого, кто мало-мальски ответственно занимается аналитикой ковидного экстаза. Начнем с персонажа по фамилии Андерсон. Рой Малкольм Андерсон родился в 1947 году. В 1968 году получил диплом бакалавра по зоологии в Имперском колледже, который в тот момент входил в Лондонский университет. Там же в Имперском колледже Андерсон получил в 1971 году степень доктора. Областью его исследований стала паразитология. Его диссертация называлась «Количественное экологическое исследование гельминтов леща обыкновенного». Получив в 1971 году ученую степень, Андерсон стал научным сотрудником фирмы IBM по биоматематике в Оксфорде и проработал там до 1973 года. С 1973 по 1977 годы Андерсон читал лекции по паразитологии в Королевском колледже Лондона. В 1977 году он перешел в Имперский колледж Лондона и читал курс лекций по паразитологии уже в этом учебном заведении до 1982 года. В 1982 году 35-летний Андерсон стал самым молодым профессором Имперского колледжа Лондона, область которой он занимался паразитарная экология. В 1984 году он возглавил кафедру биологии Имперского колледжа. В 1986 году Андерсон был избран членом Королевского общества, аналог Российской Академии Наук. С 1989 начинается взаимодействие Андерсона с фондом Welcome Trust, тем самым, который в 2017 году станет сооснователем СЭПИ. В 1989 году Welcome Trust основал в Имперском колледже Лондона так называемый Центр Welcome паразитарных инфекций, а Андерсон стал директором этого центра. В 1991 году связи Андерсона с Welcome Trust еще больше укрепляются. Андерсон стал одним из попечителей Welcome Trust, в то время в попечительский совет входили физические лица. А когда в 1992 году было учреждено юридическое лицо Welcome Trust Limited в качестве единого попечителя Welcome Trust, Андерсон и другие попечители вошли в совет управляющих, где Андерсон и оставался вплоть до 2000 года. А теперь мы оставим ненадолго сэра Роя Малкалма Андерсона, чтобы ознакомиться с тем, что представляет собой этот Welcome Trust. Ну прежде всего это именно та организация, в которой в 2017 году наряду с фондом Билла и Мелинды Гейтс, консорциумом ряда государств и так далее вошла в число сооснователей, то есть самой СЭПи, которая нас интересует больше всего. Вот мы и добрались до СЭПи, одним из учредителей которой стал этот Welcome Trust. Почему нас так особенно интересует СЭПи? Потому что именно СЭПи была заранее вменена роль главного создателя вакцины против COVID-19. Про это говорили как про дважды 24. Нас спасет СЭПи от COVID-19. Еще самого COVID-19 фактически не было, а роль СЭПи уже была определена. Но мы не разберемся с СЭПи до тех пор, пока не проступит на нашей такой переводной картинке аналитической вся совокупность далеко идущих хитросплетений сопровождавших появление СЭПи. Ради создания такой многофакторной переводной картинки стоит набраться терпения и заняться соучредителями СЭПи, такими как Welcome Trust. Вот какова краткая история этой организации, в руководство которой, как мы только что убедились, в течение чуть ли не десяти лет входил организатор ряда необоснованных алармистских инфекционных экстазов, именно ряда экстазов, последним из которых, но не единственным является ковидный экстаз, этот самый сэр Рой Мальком Андерсон. Так что ж такое Welcome Trust, с которым так сильно связан этот Андерсон? Жил-то был некий сэр Генри Соломон Welcome, британский предприниматель, родившийся в США. В 1880 году этот самый Welcome вместе со своим коллегой Берроузом основал фармацевтическую компанию Берроуз Welcome and Company. Это начинание было не единственным начинанием сэра Генри и в 1924 году он основал Holding Welcome Foundation, чтобы объединить все свои активы под одной корпоративной крышей. В 1936 году этот выдающийся фармацевт умер. Welcome был человеком практичным и сохранил практицизм вплоть до смертного часа. Перед смертью он решил создать благотворительную организацию фонд Welcome Trust. Welcome Trust стал единственным акционером холдинга Welcome Foundation. Согласно решению сэра Генри фонд Welcome Trust должен был заниматься медицинскими исследованиями на прибыль от принадлежащего ему фармацевтического бизнеса. А дальше все стало развиваться следующим образом. на протяжении первых двух десятилетий вплоть до 1952 года Welcome Trust существовал достаточно скромно. А вот в период с 1952 по 1986 год он сумел нарастить объем 50 раз с 10 до 500 миллионов фунтов стерлингов. в значительной степени такой скачок был связан с тем что Welcome Trust финансировал создание новых лекарств и ряд его инвестиций оказались успешными. В 1986 году холдинговая компания Welcome Foundation выходит на фондовый рынок под названием Welcome PLC. Напомним что до этого момента единственным акционером Welcome Foundation был благотворительный фонд Welcome Trust. Но в 1986 году Welcome Trust продал 25% принадлежащих ему акций холдинговой компании Welcome Foundation а в 1992 году было продано еще 35% акций а в 1995 году Welcome Trust продал оставшиеся у него 40% акций Welcome PLC в фармацевтической компании ГЛАКСО в результате образовалась компания ГЛАКСО ВЕЛКОМ и ВЕЛКОМ ТРАСТ получил часть акций этой компании к началу 21 века в результате слияния компании ГЛАКСО ВЕЛКОМ и компании СМИТ КЛАЙН БИЧЕМ родился монстр под названием ГЛАКСО СМИТ КЛАЙН сокращенно G.S.K. В целях диверсификации инвестиций ВЕЛКОМ ТРАСТ продал в 2001 году 100 миллионов акций G.S.K. за 1 миллиард 780 тысяч фунтов стерлингов сохранив за собой скромную позицию в 50 миллионов акций G.S.K. компания не то чтобы наикрупнейшая но и немаленькая ее рыночная капитализация всего лишь 82,8 миллиарда фунтов стерлингов или 105 миллиардов долларов США когда я говорю всего лишь я не вполне шучу потому что есть фармацевтические монстры с несравненно большей капитализацией но и эта капитализация как вы понимаете отнюдь немаленькая но дело не в капитализации или не только в ней компания G.S.K. специализируется в том числе на создании вакцин поэтому когда мы говорим что нас спасет эта самая СЭПИ учрежденная в том числе Велкомом который теснейшим образом связанным G.S.K. не означает ли это что она спасет G.S.K. это смелая гипотеза но как мы убедимся чуть позже вполне достоверная а раз так давайте разбираться дальше и G.S.K. и с другими и так G.S.K. специализируется в том числе на создании вакцин и впаривает свою продукцию с избыточной резкостью об этом говорят не мои инсинуации а несомненный факт который состоит в том что в 2012 году G.S.K. признала себя виновной в преступлениях речь шла о предоставлении ложной или неполной информации при продвижении препаратов от сахарного диабета антидепрессантов и другой лекарственной продукции согласившись признать себя виновной в подобных преступлениях а дело тяжелое признать себя виновными компания выплатила аж 3 миллиарда долларов вы подумайте это очень богатая компания она должна выплатить она должна сумасшедшие деньги ей лучше всего не признавать себя виновной так насколько же она у нее рыться в пушку насколько она спец по агрессивным впариваниям незаконным своей медицинской продукции и неважно касается она диабета или ковида когда человек впаривает он впаривает все подряд если у него такая природа а такова природа данной компании впаривание своей продукции данной компанией признается сегодня всеми специалистами крупнейшим случаем мошенничества в сфере здравоохранения и фармацевтики вот какое у нас GSK рожденная велкомом в котором так сказать процветает господин Андерсон и другие а также имперский колледж Лондона вот какие мы знаменитые агрессивные боевые и так далее кому-то может показаться что я слишком порывисто выстраиваю связи между прошлым и настоящим но я пока еще даже и связи не выстраиваю я просто обсуждаю прошлое с тем чтобы оно не оказалось полностью оторванным от будущего и в конце концов если компания со 100 миллиардным капиталом является чемпионом в сфере мошеннической деятельности продвижению лекарственной продукции и прочему сходному фармацевтическому бизнесу если при этом данная компания связана с тем в чье руководство входил господин Андерсон который и панику врагу крови до 19 раскручил и СЭПИ сооружал вместе с фондом имевшим отношение к этой компании то согласитесь это уже немало в сентябре 2019 года стоимость активов Welcome Trust превышала 36 миллиардов долларов и весь этот финансовый кулак бронированный кулак как говорят обладающий как мы видим отнюдь не филантропической нацеленностью а умеющий стремительно делать деньги что очень важно сориентирован на что? на завоевание позиций в том что касается вакцинаций новых лекарств вообще и вакцин в первую очередь по всем официальным данным Welcome Trust это один из крупнейших по своим финансовым возможностям как бы благотворительных фондов который связан с очень специфическим совсем уж неблаготворительным ответственным за крупнейшее мошенничество фармацевтическим гигантом JSK и кто же участвовал в руководстве Welcome в течение многих лет? господин Андерсон подрядивший господина Фергюсона на псевдоматематический антиэпидемический алармизм вернемся к биографии Андерсона Итак в 1992 году Андерсон входит в совет управляющих Welcome Trust Limited и является одним из управляющих до 2000 года В 1993 году Андерсон покидает имперский колледж Лондона уходит с должности завкафедры биологии а также с поста директора центра Welcome паразитарных инфекций с тем чтобы переместиться в Оксфорд Его назначают заведующим кафедрой зоологии Он также читал лекции в Мёртон колледже одном из старейших колледжей Оксфорда созданном в XIII веке выдающимся английским аристократом Олтером да Мёртоном епископом Рочестерским который занимал пост канцлера при королях Генрихе III и Эдварде I а затем решил посвятить себя делу обучения и воспитания английской элиты Переезд Андерсена в Оксфордский университет послужил толчком к созданию в этом университете Центра Велком по эпидемиологии инфекционных заболеваний В том же 1993 году Андерсен возглавил этот центр А в 1994 году данный центр получил пять крупных грантов от Велком Траст Как мы помним Андерсен являлся в тот период управляющих Велком Траст В 1998 году Андерсена сменил на посту заведующего кафедрой зоологии в Мертон колледже Пол Харви запомним это имя Андерсен остался работать в Мертон колледже в качестве исследователя а также продолжал руководить Центром Велком по эпидемиологии инфекционных заболеваний А в 2000 году в карьере Андерсена произошел крутой перелом Ему пришлось со скандалом уйти со своей Оксфордской кафедры с поста директора возглавляемого им Центра Велком по эпидемиологии инфекционных заболеваний и с Совета управляющих Велком Траст Скандал фактически начал сам Андерсон заявив что его коллега по имени Сунетра Гупта получившая должность в Оксфорде якобы получила эту должность благодаря неподобающим отношениям с Полом Харви преемником Андерсена на посту заведующего кафедрой зоологии Оксфордского университета Неизвестно хотел ли Андерсон скомпрометировать Харви и добиться его отставки с тем чтобы самому вновь занять этот пост или же он был движим иным мотивом В любом случае результатом его выпада против Гупты и Харви стали два внутренних расследования Если первое расследование начатое Оксфордским университетом касалось того оклеветал ли Андерсон Гупту то второе касалось уже бизнес интересов Андерсена Причем в этом расследовании участвовал уже не только Оксфорд но и Велком Траст В итоге Оксфорд и Велком Траст заключили что Андерсон скрывал информацию о коммерческой деятельности основанной им биомедицинской консалтинговой компанией International Biomedical and Health Consortium что создавало конфликт интересов у него как у профессора Оксфорда и как члена управляющего совета Велком Траст После этого скандала в журнале Nature вышла статья где говорилось о необходимости реформы управления Велком Траст чтобы повысить его прозрачность Цитата Фонд Велком Траст по праву может претендовать на роль спасителя британской биомедицины Без его щедрости Британия к концу 1990-х годов наверняка превратилась бы во второсортную биомедицинскую державу Вместо этого лаборатории получающие финансирование от Велком развивали науку а то что Велком Траст сделал упор на повышение зарплат и возможность карьерного роста для исследователей пристыдил правительство Великобритании которое начало действовать Некоторые из друзей Велком Траст призывают его рассмотреть вопрос о проведении внутренних реформ для защиты своей репутации В некотором смысле Велком Траст становится жертвой своего собственного успеха Благодаря практичному управлению инвестициями Возможность расходования средств и влияния Велком Траст феноменально выросли за последние восемь лет Но управляющие структуры и процедуры которые подходили для благотворительной организации среднего размера могут оказаться неуместными для бегемота который работая с правительством как равный партнер помогает определять направление политики страны в области науки Неча Медицин утверждает что внутренние расследования раскололи Оксфордский университет Было несколько разрушительных голосований вспоминает Нил Фергюсон работавший тогда под началом Андерсона на кафедре зоологии в Оксфорде Кафедра зоологии вынесла роевотом недоверия в то время как большинство сотрудников центра поддержали его атмосфера была ужасной Казалось бы Андерсен со скандалом покинувший Оксфорд и лишившийся поста управляющего Велком Трасте был обречен на то чтобы стать персоной нон-грата в научном сообществе Однако его статус в международном сообществе инфекционистов остался неизменным По словам Саймона Левина известного биолога эволюциониста и биоматематика из Принстонского университета Андерсен внес очень существенный вклад в эту область как подготовкой нового поколения ученых так и тем что он по сути был лидером для международного научного сообщества на этом направлении Андерсен был одной из ключевых фигур в создании совершенно новых и действенных способов изучения динамики заболеваний говорит Левин Его математические подходы произвели революцию в этой области Несмотря на скандал Андерсен не стал изгоем не только в международном научном сообществе но и у себя на родине Великобритании Покинув стены Оксфорда он вскоре переехал в новое отделение эпидемиологии в Имперском колледже Лондона а за ним последовали многие коллеги из Оксфордского университета Как сообщила 2 сентября 2000 года газета Guardian вместе с Андерсеном ушли профессор Брайан Спретт специализирующийся на бактериальных инфекциях и профессор вирусологии Джофф Смит Эти профессора и Андерсон увели 80 ученых из Оксфорда в Лондон а вместе с ними уплыли и гранты на сумму 7 миллионов фунтов стерлингов от Велкам Траст 80 человек пробьют огромную брешь в репутации Оксфорда и в доходах от исследований сказал один из ушедших отголоском этого давнего конфликта стало нынешнее острое соперничество между исследовательской группой Оксфорда ключевым участником которой является профессор теоретической эпидемиологии Сунетра Гупта и группа имперского колледжа Лондона лидерами которой являются Фергюсон и Андерсон Обе группы создали модели для прогноза развития ситуации с ковидом и эти модели имеют принципиальные отличия Прежде всего имперский колледж вводит разные коэффициенты летальности для разных возрастных групп населения от двухтысячных процента для детей младше десяти лет до девяти и трех десятых процента для людей старше восьмидесяти лет Оксфордская модель использует гораздо меньшее значение коэффициента летальности при заражении 0,14 процента Кроме того Оксфорд и имперский колледж ищут ответы на разные вопросы Модель имперского колледжа отвечает на вопрос каким образом стратегия смягчения и стратегия подавления повлияют на кривую эпидемии ковид-19 А Оксфордская модель отвечает на вопрос является ли ковид-19 уже распространенным среди части населения Ответ оксфордских исследователей таков Продолжающаяся эпидемия Великобритании и Италии началась как минимум на месяц раньше чем была официально зафиксирована первая смерть и уже привела к накоплению значительного массива коллективного иммунитета в обеих странах Соответственно в модели Оксфорда нет того алармизма который присутствует в модели Фергюсона Андерсона Когда в 2001 году в стране началась эпидемия Ящера правительство Великобритании в значительной степени оперлось именно на опыт Андерсона в области математического моделирования во время эпидемий Мы подробно остановимся на этом сюжете чуть позже В 2003 году Андерсон вошел в научный совет GCGH Напомним что инициатором создания GCGH и одним из соучредителей был фонд Билла и Мелинды Гейтс С октября 2004 года по сентябрь 2007 года Андерсон работал главным научным советником в Министерстве обороны Великобритании В 2006 году во время празднования по случаю 80-летия британской королевы Елизаветы II Андерсон был посвящен в рыцари 1 октября 2007 года Андерсон вошел в правление GSK где получил должность независимого неисполнительного директора и эксперта по науке и медицине В правлении GSK Андерсон работал до 2018 года то есть в момент основания СЭПИ он входил в состав правления В 2008 году Андерсон стал ректором Имперского колледжа Лондона Одна из идей которую он активно продвигал будучи ректором создание филиала Имперского колледжа за границей Как сообщает Индепендент наиболее привлекательным Андерсону представлялся Персидский залив и прежде всего Абу-Даби Объединенные Арабские Эмираты и Катар Андерсон считал что если бы Имперский колледж создал филиал в Катаре он сконцентрировался бы на инженерных специальностях связанных с разведкой месторождений нефти и газа Но Имперский колледж присматривался также к Китаю и Индии и даже начал переговоры с учреждениями в Дели Мумбаи и Калькутти о готовности помочь Индии в создании медицинской школы Как отметила Индепендент Андерсон стремится сделать Имперский колледж более независимым от правительства искусно входя в разные коммерческие проекты Однако на посту ректора Андерсон продержался недолго год с небольшим Его уход с поста ректора в ноябре 2009 года для многих стал неожиданностью официальная мотивировка ухода желание вернуться главному интересу исследовательской деятельности Однако журнал Ланцет называет уход Андерсена дворцовым переворотом цитата «Инсайдер» 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 директором эпидемиологии инфекционных заболеваний в Школе общественного здравоохранения медицинских факультет Имперского колледжа Лондона директором Центра исследований редких тропических заболеваний попечителем Национального исторического музея членом Совета по стипендиям Национального научно-исследовательского фонда Сингапура членом Международного Консультативного комитета агентства по развитию национальной науки и техники Таиланда членом Консультативного Совета по биотехнологиям Малайзии он является председателем Международной консалтинговой компании Oriol Global Health а также входит Международный Консультативный Совет консалтинговой компании Henglut & Company Limited Times пишет по поводу данной компании что это частное британское разведывательное агентство персонал которого практически полностью состоит из бывших сотрудников разведслужб А теперь перейдем к еще одной фигуре тесно связанной с Андерсоном Нилу Фергюсону Он получил образование в двух Оксфордских колледжах В первом из них колледже леди Маргарет Холл он обучался теоретической физике с 1987 по 1990 по окончании этого этапа обучения он получил степень магистра после чего продолжил изучение теоретической физики в другом колледже Оксфорда Линар колледже его учеба длилась с 1990 по 1994 в 1994 году Нилу Фергюсон защитил диссертацию на тему непрерывной интерполяции от кристаллических до динамически триангулированных случайных поверхностей его научным руководителем был профессор Джон Уиттер работавший на факультете физики Оксфордского университета как рассказал Уиттер изданию Business Insider цитирую Нил был одним из лучших моих учеников он очень талантливый парень и он очень много работал многие считали что Фергюсон будет заниматься физикой и дальше однако после защиты диссертации Фергюсон не пошел в физику а поменял эту дисциплину на математическую биологию со специализацией в сфере эпидемиологии почему потому что Фергюсона заприметил уже обсуждавшийся нами сэр Рой Мальком Андерсон Андерсон сам-то занимался и зоологией и инфекционными заболеваниями но обзавелся он Фергюсоном как математиком который должен был осуществить переход от интерполяции триагулированных случайных поверхностей к интер и экстраполяциям того что связано с развитием инфекционных заболеваний напоминаю интерполяцию знаем что вот такое бывает в таких случаях такое в таких а вот в интервале что может быть это реже рассматривается а экстраполяция знаем что вот тут и тут было тот и тот а вот что будет там это есть прогноз он же экстраполяция только не треангулированных случайных поверхностей а наших судеб и эпидемии никакого образования в сфере прогнозирования развития тех или иных заболеваний эпидемии и так далее Фергюсон не получал хотя конечно будучи человеком крайне шустрым он быстро стал входить в курс дела после того как его заграбастал Андерсон подрядивший господина Фергюсона на псевдоматематический антиэпидемический алармизм этот алармизм проводился данными авторами вполне последовательно все время начиная с далекого 1996 года когда возник алармизм по поводу так называемого коровьего бешенства мы имеем дело с одними и теми же авторами на сайте имперского колледжа в Лондоне множество говорящих об этом публикации повторяю не где-нибудь в какой-то там подзаборной литературе а на самом сайте этого имперского колледжа в Лондоне параллельно с этим Фергюсон с чрезвычайной плодовитостью публикуется в трудах Национальной Академии Наук Соединенных Штатов Америки это между прочим ведущая национальная организация США образованная еще аж в 1893 году актом Конгресса и акт был подписан самим президентом Авраамом Линкольном академия как указано на ее сайте призвана предоставлять нации независимое объективное мнение по вопросам связанным с наукой и технологиями ею в 1964 году была основана национальная инженерная академия а в 1970 национальная академия медицины теперь три академии работают как единое целое и называется это целое национальные академии наук инженерии и медицины раз за разом Конгресс США и Белый дом издают законы и распоряжения подтверждающие уникальную роль этого триединого целого медицинская часть которого распахнула свое объятие автору ковидного безумия господину Фергюсону который подчеркну еще раз никакого прямого отношения к медицине не имеет но прогнозирует все подряд причем не только не разрывая но укрепляя связи с Андерсоном который отношения к медицине не имеет в 2001 году Фергюсон и Андерсон раскручивают панику вокруг эпидемии ящура Великобритании до ковида остается 19 лет в 2002 году господин Фергюсон был за эту работу абсолютно недоброкачественную и породившую результаты не имеющие никакого отношения к реальности награжден как мы думали чем орденом Британской империи за что он получил такую высокую награду за то что предложил забивать не только тот скот который был заражен вирусом но и тот который находился на соседних фермах даже при отсутствии признаков инфекции инфекции нет скот забейте Фергюсон и Андерсон утверждали что я тут хочу сказать что пока что еще скот а не людей так что все еще впереди все еще впереди Фергюсон и Андерсон утверждали прошу прощения за короткое отступление что цитирую массированный забой скота к сожалению это единственный способ контролировать данную британскую эпидемию и необходимо сейчас принять меры по контролю чтобы снизить число случаев заболевания и обеспечить уничтожение эпидемии позднее 2006 и 2011 году вышло два отчета ученых из разных университетов в которых говорилось что модель не отражала реальную картину эпидемии кто заговорил то по этому поводу кто начал эти разоблачения между прочим более чем убедительные это начал какой-нибудь маргинал досужий критик ни за что не отвечающий ничего не понимающий происходящим нет об этом заговорила всемирная организация здоровья животных история этой организации говорит о том что она является в высшей степени компетентной еще в 1924 году посредством международного соглашения было создано международное бюро под эпиазотием то есть по болезням животных оно называлось Office International Death Episodis сокращенно OIE потом в мае 2003 года это бюро превратилось во всемирную организацию здравоохранения животных но сохранило историческое название OIE OIE признана всемирной торговой организацией в качестве центра авторитетной экспертизы OIE издает журнал Review Scientific at Technique в котором в 2006 году была опубликована в отчете Ричарда Китчинга Майкла Трасфилда и Николаса Тейлора убийственная оценка махинаций Андерсона Фергюсона Отчет отчет назывался Использование и злоупотребления математическими моделями иллюстрация эпидемии ящера в Великобритании в 2001 году В отчете заявлялось что цитирую модель Фергюсона и других представленная научной группе в конце марта вероятно имела самое серьезное влияние на принятие первых решений в частности введение в качестве основной стратегии непрерывной выбраковки то есть забоя скота при этом как утверждали ученые модели не подходили для прогнозирования развития эпидемии и эффекта мер по борьбе с ней поскольку не учитывали ряд факторов в частности скорость распространения эпидемии внутри разных видов и видовой состав животных на фермах авторы настаивали на том что модель Фергюсона спровоцировала губительную избыточность упреждающего забоя скота повторяю еще раз это все разворачивалось в 2001 году за 19 лет до ковида это такие рецидивисты со стажем в том что касается организации экстазов вполне оправдан поэтому вопрос о том кому этот забой был выгоден скот выращивают для того чтобы продавать мясо потребителям если мясо британскому потребителю не продает британский аграрий то его все равно кто-то продает потому что британский потребитель мясо кушает так кто же его продает чье мясо входит на место британского мяса забитого по рекомендации Фергюсона и Андерсона какая конкурирующая наземная компания должна была ликовать по поводу уничтожения британского конкурента имевшего преимущество на национальном рынке что естественно и как связана избыточность прогноза с подобной конкурентной борьбой она ведь не может не быть связана если прогноз выпиюще избыточен в чьих интересах работала уже тогда армейская связка Фергюсон-Андерсон при том что в этой связке очевидно лидирующая роль Андерсона Андерсон в отличие от Фергюсона ворочает крупнейшими делами в том самом Welcome Trust который потом сольется в экстазе с Гейтсом и другими и породит цепи нашего спасителя от ковида глобального спасителя от ковида но одно дело забивать скот а другое дело раздавливать мировую экономику и человека так что же убийство британского скота это репетиция ковида убивающего мировую экономику и совершающего нечто специфическое с человеком в 2011 году в том же журнале этого авторитетного общества по охране здоровья животных вышел отчет еще одной группы авторитетных ученых отчет подписали Леонард Мэнсли Алекс Дональдсон Майкл Трасфилд и Ноами Конхолп отчет назывался разрушительное напряжение запомните это название это и есть то что демонстрирует ковид разрушительное напряжение математика против опыта течение и борьба с эпидемией ящера Великобритании в 2001 году в этом отчете и ученые работающие в сопряженных областях и специалисты по ветеринарии каковым является Алекс Дональдсон из Нидимбургского университета проанализировали опыт борьбы с эпидемией и сделали вывод о том что правительство дало указание забить миллионы животных на основании совершенно неправильного моделирования в отчете говорилось люди успели в этом разобраться они провели свои состоительные исследования они долго работали чтобы представить свои материалы обществу так вот что говорится в их отчете математические модели имеются ввиду модели Андерсона Фергюсона были в лучшем случае грубыми оценками которые не могли дифференцировать риск между фермами а в худшем случае дали неточное представление эпидемиологии ящера в конечном счете модели не дали правильного прогноза ни о ходе и продолжительности эпидемии ни об эффективности как традиционных сдерживающих мер так и предложенных новых таким образом они провалили тесты по опровержению тестируемости и полезности стремительное внедрение неопробированных математических моделей при разработке политики представленные без балансировки их очевидной числовой определенностью против размаха невероятных биологических предположений которые они содержали привело к тому что радиационными методами проверенными поколениями ветеринаров пренебрегали Китчинг и савторы сформулировали это так опыт Великобритании спасительным образом предупреждает о том как можно злоупотреблять живыми моделями в интересах научного оппортунизма к сожалению этот опыт не был учтен далее говорилось следующее последствия политики последовательной отбраковки скота были очень серьезными не только было убито более миллиона животных на более чем трех тысячах фермах но это размах-то какой но возникли другие проблемы в том числе внимание это ничего не напоминает то что я сейчас буду перечислять отвлечение дефицитных ресурсов неважно я говорил отвлечение дефицитных ресурсов от кардиологии от онкологии и так далее они говорят прежде всего от высокоприоритетных задач отслеживания отбраковки IP то есть инфицированных помещений их надо было определять их надо было отбраковывать а потом проверять скот а также отслеживание ДС то есть опасных контактов все это не отслеживалось вместо этого просто вели под забой целиком и все в переводе на сегодняшний язык не поиск людей которые заражены или что нибудь еще а всех взяли заперли и ладно пока что заперли второе огромное увеличение числа туш ожидающих утилизации они просто забили этими миллионами туш которые между прочим имеют свой потенциал в случае если они начинают гнить инфекционные третье экспоненциальный рост передвижения задействованных в обраковке скота транспортных срез и персонала что вероятно поспособствовало местному распространению ящера то есть такой скоростью начали передвигать задействованные в этой в обраковке скота транспортные средства персонал что скот стали еще заражать вдобавок иначе говоря так забили какие-то псевдоинфекционные новые больницы что стали наращивать инфекцию четвертое снижение желания сотрудничать со стороны фермеров иногда приводящие к сознательной или неосознанной задержке передачи сообщений о подозрении о заражении страха перед последствиями для соседей уничтожение скота в радиусе трех километров в случае выявления очага значит в трех километрах находится другой фермер он видит что на той ферме что-то не то но он боится сообщить потому что уничтожат заодно его ферму на которой все хорошо иначе говоря страх человека обратиться за врачебной помощью потому что его заметут по ковиду в конфекционку где этот ковид ему и навяжут нет никакой аналогии по-моему полная пятое чрезвычайно деморализующее воздействие на британское население в целом и среди фермеров в частности ничего не напоминает это же тоже имеет свои последствия и шестое серьезная потеря эпидемиологических данных если бы вели себя нормально мы бы что-то понимали в процессе а мы взяли все забили и ничего не понимали но это не все 28 марта 2020 года газета Daily Mail приводит данные профессора Майкла Трасфилда одного из авторов тех статей которые привел Майкл Трасфилд представляющий Димбургский университет являющий учебным заведением но никак не менее авторитетным чем имперский колледж Лондон и утверждает что в результате использования моделей и рекомендации Нила Фергюсона а значит и Андерсона было забито более 6 миллионов животных во время эпидемии ящера в 2001 году что привело цитирую к экономическому опустошению сельской части Британии это уже серьезно на языке сходной но другой эпохи и других принципов оценок это называлось национальной изменой подрывом экономики неоправданным и так далее за это не ордена Британская империя давали а что-то другое когда дают ордена приходится задумываться почему потому что эти 6 миллионов так сказать стоили сколько-то их забили а вместо этого подсунули что-то другое в интервью Делеграф вышедшему в тот же день 28 марта 2020 года профессор Трасфилд сказал что этот эпизод с ящером был предупреждением об ограничениях математического моделирования и что у него возникло цитирую чувство дежавю когда он прочитал отчет имперского колледжа по коронавирусу завтра он поможет господину Фергюсона но если бы все сводилось к перебрасыванию шаткого мостика из 2001 года в 2020 тогда можно было бы сказать что конкуренты демонизируют Фергюсона неважно из Эдембургского университета или нет но Фергюсон и Андерсон перед тем как заняться ковидом 19 занимались специфическими прогнозами не только в 2001 году опозорившись очевиднейшим образом в 2001 и получив за это орден британской империи а также соответствующие повышения что не может не вызывать нашего стратегического недоумения Фергюсон сотоварищи 14 мая 2004 выпускает прогнозный отчет под названием риск для общественного здоровья от эпидемии птичьего гриппа H5N1 в коллективной статье в число соавторов которые входят разумеется господа Фергюсон и Андерсон говорится о том что птичья эпидемия может спровоцировать глобальную пандемию высокопатогенного вируса человека что растет вирусная трансмиссивность то есть передаваемость вируса и что с этим следует бороться с чрезвычайными методами полюбуйтесь на нынешние вопли по поводу растущей трансмиссивности коронавируса насколько это слово стало расхожим пугающим понимаете мол прячьтесь под стол и не высовывайтесь ибо за вами охотится трансмиссивность но так это не сейчас возникло а 16 лет назад и уже не в связи со скотом а в связи с птичками эй не рождают никаких скорбных размышлений по поводу природы происходящего далее в статье говорится что спасение от вирусной трансмиссивности в том чтобы выдавать глобальные предупреждения и осуществлять строгие меры контроля в 2004 говорится спасение от вирусной трансмиссивности птичек в том чтобы выдавать глобальные предупреждения и осуществлять глобальные строгие меры контроля То есть, ну нельзя не видеть, что подготовка к ковидной истерии идет полным ходом, и что на скрутке этой истерии, которая потом станет ковидной и уже раздавит экономику мира, а также повредит нечто, связанное с людьми, находится все та же связка Фергюсон-Аднесон. Конечно же, Фергюсон такая же шестерка, как и Гейтс. Конечно, за его спиной стоит и Андерсон, и Имперский колледж в Лондоне, и Велкам Траст, и многое другое. Но всегда можно отследить большую стратегию, потому как ведут себя те, кому стратеги поручили роль разыгрывающей шестерки. Как и с Гейтсом, повторяю, разыгрывающая шестерка – это, во-первых, шестерка, а во-вторых, это очень важная шестерка. И очень индикативная, показательная, по которой за многим можно следить, потому что она, работая на переднем фронте, засвечивается. Итак, истерия с ящером дополняется истерии с птичьим гриппом. Мы вновь имеем дело с вопиющей-алармистской, дурно пахнущей, галиматьей, недоброкачественность которой не только не умаляет возможности ее создателя, но и приводит к его дальнейшему возвышению. На счету Фергюсона уже две галиматьи. Последняя – 2004. А в 2007 этот Фергюсон, уже проявивший себя специфическим образом на ниве ложных прогнозов двух эпидемий, возглавляет некий Центр анализа глобальных инфекционных болезней. Раньше – Центр анализа и моделирования вспышек. Причем создателем этого Центра является сам Фергюсон. И казалось бы, мало ли какие Центра может создать отдельно взятый исследователь. Сейчас я возьму и создам. Но в том-то и проблема, что Фергюсон лишь инициатор создания данной организации. А создана она при Совете по медицинским исследованиям Имперского колледжа Лондона. Вновь и вновь появляется этот самый Имперский колледж. Кстати, Фергюсон является руководителем данного Центра и поныне. И в этом же Центре работает куратор Фергюсона, господин Андерсон. Он много где работает, но в Центре тоже. Вот как Фергюсон на сайте Имперского колледжа описывает свою судьбоносную деятельность по беспрецедентным махинациям в сфере псевдоматематических прогнозов развития тех или иных эпидемий. Цитирую Фергюсон. Мои заявления, заявляет Фергюсон, направлены на улучшение понимания эпидемиологических факторов и популяционных процессов, формирующих распространение инфекционных заболеваний в популяциях человека и животных. А далее говорится буквально следующее. Ключевым практическим направлением является анализ и оптимизация стратегий вмешательства, направленных на снижение передачи или нагрузок вследствие болезней. Большая часть моей работы является прикладной, это информирование для выработки политики в области борьбы с болезнями, осуществляемой государственными и глобальными учреждениями здравоохранения. Вы запомнили слово «стратегия вмешательства»? А что такое это «стратегия вмешательства»? Это ровно то, из-за чего гибли жертвы карантина, запертые в своих квартирах, из-за чего гибли больные различными заболеваниями, недополучившие обязательную медицинскую помощь, из-за чего сходили с ума люди, внезапно обнаружившие себя в странном полутеремном заключении, предложенными по непонятной причине. Она же, как называется, стратегия вмешательства. Чтобы не было большой беды, нужна стратегия вмешательства. И как будут вмешиваться? Не в жизнь птичек и бедных коров, а в вашу жизнь, в ваших детей. Что же касается того, что работа Фергюсона носит прикладной характер и лишь информирует о чем-то, то это особо загадочно в случае, когда речь идет о прогнозах, которые, в принципе, ни о чем информировать не могут. Или что, он информирует о прогнозах в государственных органах? Так нет же, он информирует о своих прогнозах. При чем тут госучреждения? Он их авторитетом прикрывается? Или же Фергюсон имеет в виду то, что ему указано кем-то, каковы должны быть прогнозные результаты. Но тогда надо понять, кем ему указаны эти результаты. Ведь не только же господином Андерсоном, Велком Трастом и крупными организациями, создавшими Велком Траст, еще кем-то, да? 20 июля 2007 года все тот же имперский колледж Лондона, мой интерес к которому теперь стал, наверное, более понятен, при прямом участии Фергюсона, для которого этот колледж создал специальный центр, выпускает новый алармистский отчет. Этот отчет называется «Борьба с высокопатогенным вирусом птичьего гриппа H5N1 у домашней птицы Великобритании». В отчете говорится, важна только национальная вакцинация, в результате чего в установленных местах вспышек конечное число случаев заражения сокращается до 200-1000. Даже этот умеренный эффект достигается только вакцинацией поголовья не менее чем 2000 ферм. Что здесь говорится по существу? Вакцинация или смерть? Это ли не реклама вакцинаций? А кто у нас занимается вакцинациями? Велкам Траст и Джей Скей и другие. А кто там работает? Кто с этим связан? И какова связь этого с имперским колледжем? Значит, сначала подобный аларм с коровами и птичками, а потом кто-то очень высоко оценивает бутовню Фергюсона, который с марта 2012 года возглавляет кафедру эпидемиологии инфекционных заболеваний все того же имперского колледжа Лондона. Спросят, ведь нельзя же возглавлять кафедру авторитетного заведения, не имея профессионального образования, профессионального фокуса деятельности на то, что касается названия этой кафедры, эпидемиологии инфекционной. Если ты занят математическими моделями не этим, то как же ты можешь возглавлять эту кафедру? Отвечают, да, в принципе, ее нельзя возглавлять. Но не зря говорится, что если нельзя, но очень хочется, то можно. И тут главный вопрос, кому так нужен Фергюсон и его возвышение, чтобы стало невозможное возможным? Кому так хочется, что несмотря на нельзя это возвышение происходит? С апреля 2014 года Фергюсон руководит исследовательским отделом Национального института медицинских исследований при Министерстве здравоохранения Великобритании. Это буквальный аналог американской структуры под названием Национальные институты здоровья, NIH, той структуры, которую мы подробно рассматривали уже. И одновременно этот Национальный институт медицинских исследований при Министерстве здравоохранения Великобритании это крупнейший в Европе фонд, финансирующий клинические исследования. По оценкам журнала «Клиническая медицина», издаваемого Королевским колледжем врачей, бюджет Национального института медицинских исследований на конец 2016 года составил порядка 1 миллиарда фунтов стерлингов или 1 миллиарда 248 миллионов долларов США. Конечно, это не 39 миллиардов, как в США, но тоже, согласитесь, немало. Но главное не деньги, а статус. 7 сентября 2018 года еженедельники ВОЗ ссылаются на работы Фергюсона по вакцинации населения. Неслабый рост специалистов по экстраполяциям и интерполяциям в сфере динамически триангулированных случайных поверхностей. COVID приближается, и вместе с этим приближением нарастают возможности Фергюсона. В 2019 году Фергюсон, я подчеркиваю еще раз, я прослеживаю его как активно значимую шестерку, становится директором и одним из основателей института Абдулова Тифа Джамиля. И опять же речь идет не о начинании, требующем индивидуальной организационной резвости, а о чем-то большем. Институт анализа болезней и чрезвычайных ситуаций Абдулова Тифа Джамиля является организацией при ком-то, при ком, при имперском колледже Лондона. А кто такой Абдулова Тиф Джамиль? Это шейх, основавший в Саудовской Аравии компанию, ставшую аж в 1955 году главным дистрибьютором машин японской фирмы Toyota. Шейх умер в 1993, но дело его живет. И все крутится вокруг продажи продукции той же Toyota. Тут и потребительские товары, электроника, поддержка маркетинга, вот все вокруг этого. Возникает все новое отделение данного почтенного начинания в разных концах света. Повторяю, все постоянно крутится вокруг Toyota. Почему-то шейхи должны крутить Toyota. Почему-то Toyota хочет, чтобы ее продукцию продвигала эта фирма Абдулова Тифа Джамиля. Причем речь идет о продвижении в Турции, Китае, Малайзии, Алжире и где угодно еще. И всюду нужно, чтобы эта фирма действовала. Постепенно Toyota-центризм данного начинания чуть-чуть уменьшается, но не слишком. В 2013 году все та же компания Абдулова Тиф Джамиль заключает соглашение с компанией экономический город короля Абдуллы по строительству заводов, которые должны производить японские автомобили. Постепенно компания начинает присматриваться к солнечной энергетике, к производству опреснительных установок. Ну и, как водится, при компании есть филантропическая структура. Она именуется Абдул-Атиф Джамиль-Комьюнити или Комьюнити Джамиль. Институт, который возглавил Хергерсон, сокращенно называется И вовсе не Фергюсон на паях с Имперским колледжем Лондона создали этот институт. Его создали на паях Имперский колледж Лондона и Комьюнити Джамиль. То есть, эта организация глубоко саудовско-арабийская, бесконечно богатая и бесконечно связанная с Японией, конкретно с Тойотой. Вот какой партнер у скромного господина Фергюсона в деле создания некого института. Чем же занимается этот скромный институт, имеющий весьма амбициозных и специфических покровителей? Как чем? Конечно, коронавирусом. То есть, он занимается всем, что касается обработки данных для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, а именно эпидемии, экстремальные климатические явления, природные и гуманитарные катастрофы. Ну как тут без коронавируса? Уже в начале 2020 года Фергюсон начинает продавливать то, что он ранее именовал стратегией вмешательства, то есть то, что направлено на снижение бремени передачи инфекций или болезней. То бишь, тотальный карантин, очевидным образом порождающий сокрушительные экономические, социальные, психологические, геополитические и иные последствия. А 16 марта 2020 года группа Фергюсона из британского имперского колледжа Лондона, опять этот колледж, будь он не ладен, обнародовала свой прогноз, мы о нем говорили в пятой серии, согласно которому, если они приняты решительные меры по борьбе с COVID-19, смертность от коронавируса может составить в Великобритании 510 тысяч человек, а в США 2 миллиона 200 тысяч. смертность. На основании этого прогноза кажется вам это странным или нет? Может быть, мне тоже кажется это странным, но это так. Жесткие карантинные меры были введены не только в Великобритании, но и в США, причем прямо в тот же день, 16 марта, Фергюсон сообщил в интервью, что передал свои данные американцев за неделю до того, как народовал свой прогноз. Во Франции Эммануэль Макрон объявил о введении карантина чуть раньше 12 марта, тоже получив заранее прогноз Фергюсона. Как вам такая картинка в мировом масштабе? Кто еще получил этот прогноз? Нашу элиту ничто не отделяет от западной. В том же Давосе она гуляет и ни в чем себе не отказывает. Да и вообще международное сотрудничество никто не отменил. Холодная война сама по себе. Кто-то до сих пор пытается утверждать, что ее нет и в помине. Но этот кто-то не господин Помпео. А такое вот сотрудничество международное само по себе. И Давос сам по себе. Так что данный прогноз Фергюсона получили все. И все тут же отреагировали. А 17 марта 2020 года, то есть на следующий день после выхода отчета, в имперский колледж поступил запрос от программиста и активиста выступающего в свободе информации Жулиана Тодда. Запрос опирался на закон о свободе информации в Великобритании 2000 года. Тодд просил раскрыть код программы построения моделей и сопутствующую документацию с описанием того, как была составлена модель и как с ней работали. Позднее в переписке с имперским колледжем Лондона тот указал на то, что имперский колледж был обязан предоставить опытным разработчикам кода возможность взглянуть на коды программы Фергюсона, поставившей на уши весь мир. И что представление подобной возможности могло бы избавить мир от многих неприятностей, поскольку, цитирую Тодда, профессора Фергюсона уведомили бы о методах кодирования и исправления ошибок, что существенно бы повысило эффективность работы группы профессора. Вот как мягко разговаривают. Такие программисты, как Джулиан Тодд и Ирвинг Фрэнсис постоянно бьют тревогу по полусооружению некондиционных прогнозов на основе псевдоматематического моделирования и требуют, чтобы это моделирование проходило какую-то экспертизу в сообществе создателей программных продуктов. Конечно, говорят они, это невозможно в случае секретности продукта, но что секретного в ковиде? Вроде бы все заинтересованы в том, чтобы минимизировать бедствие, порожденное этой напастью. Так почему не поделиться информацией, не посоветоваться? Одна голова хороша, две лучше. Вообще не обратить внимание на такие предъявы невозможно. 23 марта 2020 года Ньюф Фергюсон, реагируя на такую мягкую, но очень опасную для него черную метку, она же обращение программистов в имперский колледж в Лондоне, заявляет в своем твиттере следующее. Я осознаю, что множество людей хотели бы увидеть и попробовать код для модели пандемии, который мы используем для моделирования мер по борьбе с COVID-19. Для того, чтобы пояснить, я написал код тысячи строк недокументированного кода на языке СИ более 13 лет назад для моделирования пандемии гриппа. И предоставить я вам его, поэтому не могу, это я уже от себя. Потому что он написан так, что никто кроме меня его прочитать не может, а создан был в черте когда. Очаровательная непосредственность, не так ли? Чуть позже, в тот же день, Фергюсон развивает свое послание городу и миру сообществу программистов, то есть, и пишет, с удовольствием сообщаю, что Microsoft и GitHub работают с Imperial G-ID и MRC Outbreak для того, чтобы описать, произвести рефакторинг и расширить код для того, чтобы им могли пользоваться другие без многодневного обучения, которое потребовалось бы сейчас и которое мы не можем дать из-за нехватки времени. То есть, он сообщает о том, что крупные компании начинают за ним подтирать, заметать его следы. Итак, во-первых, он ссылается на Microsoft, то есть на лица, которому самое оно, эти следы затирать, а то, что там он ушел куда-то из чего-то, не надо песенки. Все такие уходящие остаются. А во-вторых, он говорит о том, что его программа, на основе которой мир был поставлен на уши, сейчас перерабатывают, рефакторят, расширяют код и так далее. и вот когда переработают, то есть, все концы уйдут в воду, тогда сообщество программистов сможет ознакомиться с новой редакцией, не имеющей отношения к предыдущей, или сильно очень облагороженной. А пока не надо, и неизвестно, какова будет программа после переработки. А пока концы в воду, потому что все написано не так, не тогда, это невозможно прочитать, это слишком долго обучать и так далее, вертится, как уж на сковородке. 25 марта Фергюсон подтвердил намерение раскрыть код на совещании Комитета по науке и технологии Палаты Общин Британского Парламента. Вот тут его уже взяли крепко. И так можно и в тюрягу загреметь. Слишком высок скандал и слишком он математизирован, то есть объективирован. А 5 мая 2020 года разразился скандал, который, по моему мнению, является очень и очень частным по отношению к сотворенному Фергюссуну, но который имел для Фергюссуна мрачные последствия, возможно, в том числе и потому, что пора было уводить шестерку в сторону с тем, чтобы разоблачение деятельности не приобрело избыточно скандальный характер. Вместо обсуждения аферы Фергюссона и явления его подельников, спонсоров, то есть реальных организаторов ковидного безумия, внимание общественности направили на другое, на то, что во время самоизоляции Фергюссен встречается со своей замужней любовницей, которая приезжает в его квартиру, причем он не прекратил встречи после того, как заразился коронавирус. Общество проинформировали о том, что Фергюссен в силу сомнительности этого своего поведения устыдился и решил уволиться из научного совета при правительстве Великобритании. Уволился или нет? Отдельный вопрос. 6 мая 2020 года сообщество программистов, запуганное организаторами коронавирусного экстаза, решило выйти из глухой обороны. Это не так просто. Это все связное сообщество, во-первых, и во-вторых, так сказать, расправляются только так. Выйдя из этой глухой обороны, из той норы, куда оно залезло, за исключением тех людей, которых я говорил выше, оно робко сообщило тем, кто еще не сошел с ума окончательно, что именно оно думает по поводу аферы Фергюссена и его подельников. Афера под названием коронавирусный экстаз, основанная на авантюре специалиста по динамически триангулированным случайным поверхностям, он же орденоносный господин Фергюсон, выдающийся эксперт, профессор, завкафедрой по дисциплинам, в которых он ничего не понимает и так далее. От лица некоего инженера-программиста компании Google, не пожелавшего раскрывать свое имя, была опубликована разгромная статья с критикой кода имперского колледжа, он же код Фергюсона. Сказано было следующее. Модель имперского колледжа, впоследствии их будут просто называть имперцы, в Лондоне, используя стахастический подход. Имперский колледж знает об этой погрешности, но считает это приемлемым. И автор говорит, что имперский колледж в итоге действует так, как будто бы это некая присущая врожденная случайность вселенной, а не результат любительского кодирования. Хорошо осведомленный специалист говорит о том, что имперцы, то есть представители имперского колледжа Лондона, в своей полемике с эдинбуржцами, внимание, то есть представителями эдинбургского выдающегося университета, я уже знакомил с элементами полемики, указали, цитирую, что проблема исчезнет, если запустить модель в однопоточном режиме, то есть они используют одноядерный процессор, который фактически рисует один сценарий, и все. Далее с иронией сообщалось, что имперцы, то есть представители имперского колледжа Лондона игнорируют изумление специалистов тем, что модель запускается в однопоточном режиме с использованием одноядерного процессора, да вы хоть съешьте людей живьем, но только не трогайте нашу математику, вот что говорится, вы так-то не можете, и что в ответ на это им, всем, кто протестовал, говорится, это, демол не проблема, просто запустите этот одноядерный процессор в однопоточном режиме несколько, много раз и возьмите среднее, на арифмометре иначе, при этом автор выражает особое возмущение тем, что имперцы, цитирую, говорят, что у них не было времени на разработку, но это говорит уже вообще, еще не было времени, если у вас нет времени и понять, что со мной происходит, он мне быстро голову отрежет, далее автор упоминает параметр R0, он же базовое репродуктивное число, базовый показатель репродукции, базовая скорость репродукции, основное репродуктивное число, это разные названия одного и того же, что имеется в виду, имеется в виду, количество людей, которые будут заражены типичным заболевшим, тут-то и вопрос, кто такой типичный, это тяжело заболевший или кто, попавшим в полностью неиммунизированное окружение, это еще попробуй и найди такое, при отсутствии карантина, если R0 больше единицы, то на начальном этапе число заболевших будет расти экспоненциально, поскольку наличие людей, имеющих иммунитет, снижает R0, то реально надо рассматривать другой показатель, он равен этому самому R0 минус доли иммунизированных, специалисты многократно обсуждали спекулятивность этого R0, будь он не ладен, который вообще нельзя замерить напрямую, а также то, что все зависит от модели заражения, и что одни и те же данные могут дать различный R0 в рамках разных моделей, автор, выступающий явным образом от лица дембургских ученых, изумленных действиями коллег из Имперского колледжа Лондона, говорит о том, что опираться на освобожденные от таких корректив R0 в чистом виде можно только сойдя с ума, или, как я говорю, имея очень злокачественные намерения. Конкретно авторам говорится следующее, хотя представители Имперского колледжа знали о недостатках своей модели и не имели возможности разработать лучшую. Они ее допилили и внедрили туда функцию отслеживания контактов. Если бы он вместо этого использовал только матерные слова, это все равно было бы мягче, потому что с перевода на математический сленг это равнозначно тому, чтобы сказать, ну вы вообще, вы трам-трам-трам оборзели не просто, а запредельно. 16 мая Телеграф опубликовал статью, в которой указалось о ссылке на специалистов, что код имперского колледжа совершенно ненадежен, цитата из Телеграф, и является свалкой багов, цитата, то есть свалкой ошибок. В частности, создание сослалось на Дэвида Ричардса, сооснователя технологической компании Ван Диско, который назвал код мешаниной багов, которая больше похожа на миску с пастой волосы ангела, чем на тонко настроенный программный продукт. 18 мая все ближе и ближе подходим к сегодняшнему дню освобождение Москвы, американский аналитический центр The Heritage Foundation опубликовал отчет ученого статистика Кевина Дайараты, который с коллегами проанализировал опубликованный код модели имперского колледжа. В подчете Heritage Foundation говорится не о боковом, а о главном американском консервативном центре. Говорится, согласно модели имперцев, так уже устойчиво называют имперский колледж в Лондоне, прогноз смертности от COVID-19 составил более 500 тысяч человек в Великобритании и 2 миллиона человек в США к октябрю 2020 года. Причем в США погибли только 1 миллиона, несмотря на социальное дистанцирование. Они говорят, ну это же не прогноз. Вы берете совершенно неверные цифры, подключаете их к неверным алгоритмам, не учитываете ни многофакторность, ни многослойность этих заболевших, которые с разными степенями тяжести болеют, ни все остальное. Не вводите никаких поправок, а потом даете бредовые цифры, и что же мы будем это терпеть? А сколько в прогнозе имперцев должно было умереть москвичей и граждан России в целом? Ведь вряд ли кто-то считает, что таких прогнозов у имперцев не было. Да были, конечно. Как их могло не быть? И конечно же их передали в Россию, причем стремительно. Мир проницаем. Эпоха такая. Далее в отчете The Heritage Foundation говорится о невозможности той ориентации на R0, которую уже высмеяли программисты из Невбургского университета и иных компетентных организаций. The Heritage Foundation с умилительной тактичностью заявляет, цитировал, ошибка имперского колледжа в том, что они используют одинаковые входные данные для разных сценариев, что дает разброс на 80 тысяч случаев смерти в течение 80 дней. С чем можно сравнить такое заявление с обращением внимания специалистов по комплексным числам на то, что они почему-то стали их перемножать как числа обычные и что сиение может не вызывать определенной деликатной оторопи. Профессор Фергюсон по-прежнему числится в составе руководства Центра анализа моделирования вспышек в статусе заведующего отделом эпидемиологии инфекционных заболеваний, а также в составе научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при правительстве Великобритании. Значит, он сказал, меня застукали на нехорошем, я ухожу! Говорят, не надо. Так, по-видимому. Или идет долгое разбирательство? Как все происходит на самом деле? Я не хочу абсолютизировать свои суждения, но надо же понять, что происходит. Ну, а теперь я предлагаю вернуться к тому зачину коронавирусной истории, когда о Фергусоне и о невероятно мудрах предсказаниях говорил с немыслимым придыханием, сопровождавшимся определенными достаточно ценными сведениями, которые в дальнейшем стали прятать под ковер. Субтитры создавал DimaTorzok